Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Белов, и это мой пресс PR110M завода Унисибмаш. Хочу выразить всем слова благодарности, всем, кто написал комментарии, кто поздравил меня, кто просто посмотрел, потому что людей очень много смотрят. Есть люди, определенный процент, который не зарегистрирован в Ютубе, смотрят через социальные сети. Все те, кто написал даже в социальных сетях, в личку посмотрел. Мне очень приятно, что данные события, как я покупал данный пресс, очень вам понравилось. Вот так вот. Итак, я обещал в комментариях рассказать, почему я купил именно PR110M, и почему именно завода Унисибмаш. Идея покупки пресса, она возникла давно. Наверное, года три назад уже мы начали задумываться, еще в то время, что нам нужен пресс. Нам нужен пресс-помощник, который будет в дальнейшем нам помогать заготавливать сено. Вот. И с той поры мы начали потихоньку откладывать деньги. Вот. Откуда деньги? Мы держали коров, держим коров, быков там, овечек. Потихоньку что-то складываем, прикладываем эти денежки от реализации мяса, продуктов, вот этого всего, в копилочку. Были лошади, все это идет туда. Вот. Почему? Почему выбрали PR110M? И почему унисибмаш? Самый простой ответ, самый понятный, самый доступный, потому что он доступный для меня. Я еще летом, предыдущим летом 2020 года, прямо вот на этом месте рассказывал, почему я не прессуюсь и на... Я еще летом говорил, что... Упоминал. Упоминал, что была возможность... Мне предлагали купить пресс-навигатор. Вот. Пермского завода. Навигатор. Но цена нового навигатора составила 750 тысяч рублей на тот момент. И их тоже не было в продаже. Но, ребята, это 750 тысяч рублей, это для меня это много. У меня таких денег нет. Мне что, 10 лет копить на пресс? Да я помру, когда я накоплю пресс на этот, на 750 тысяч. И когда он мне отобьется. Короче, так. Вот два пути было, где брать сено. Вот. Как мой знакомый Евгений, который проживает недалеко от меня, в соседнем, можно сказать, регионе, через регион. Он закупил сено в этом сезоне. И в том году, кажется, я могу ошибаться, но скажу так, примерно на 65 тысяч рублей. Заготовка сена. Он купил рулоны у своего знакомого там, приятеля. И плюс доставка их до дома. Он держит 4 головы коровы, лошадь, там, еще какая мелкая живность. И вот, вот так вот, примерно 65 тысяч рублей. Примерно. Я, когда сказал ему, что я покупаю пресс, он говорит, блин, я не готов выложить 451 тысячу рублей. Пресс PR-110М мне обошелся в 451 тысячу рублей. Это очень дорого. Я лучше каждый год буду покупать сено для меня будут люди готовить, я буду его покупать. Ну, конечно, хозяин-барин. Каждый решает сам по себе, как ему что делать. Кто-то кушает мясо, кто-то кушает вегетарианскую еду, кто-то кушает фрукты, овощи, кто-то не кушает. Владимир, это же дорого, когда ты отобьешь эти деньги. Вообще, это не рентабельность в одной из социальных сетей. Мне было такое небольшое обсуждение в закрытой социальной сети. Ребята, ну, каждый живет себе по-своему. Кто-то так живет, кто-то так. Я посчитал целесообразным вложиться в сельское хозяйство. Мы, ребята, по жизни во что-то вкладываемся. Ведем свое хозяйство, ведем блогерский канал, ведем... Во что-то постоянно надо вкладываться. Надо постоянно технику обновлять, чтобы соответствовать времени. Время сейчас современное, и надо постоянно куда-то идти, куда-то вперед. А иначе, если ты остановишься, то не успеешь, не успеешь, тебя затопчет. Почему 110-й, а не 145-й? Почему именно 110-й? Потому что у него рулоны, тюки весом до 200 килограммов. В принципе, этого для меня, для нашей семьи более чем достаточно. Дело в том, что зимой мы трактор очень-очень редко заводим. И к тому же зимой заводка трактора обуславливает, чтобы... Ну, дополнительная подготовка, зимняя солярка, подогрев масла. И очень часто, чтобы заводить, ворочать тюки. Те же из-под 145-го нужно ворочать тюки. И из-под 110-го 200 килограмм гораздо легче. Поэтому я рассчитывал на свои силы, что я смогу, когда, если дыживу до старости, 200 килограмм, более-менее, это тебе не 300 килограмм. Смогу их ворочить. Смогу их ворочить, не заводя трактора своего. Зимой, к тому же, у нас заметает очень много снега бывает. И на тракторе перед конетом надо будет завозить тюки большие, если из-под 145-го. Короче, проблематично. 110-й для меня самый оптимальный вариант. Почему я не купил иностранного производителя? Я начал мониторить вот эту всю систему. Какой пресс, как, чего, чего. Честно скажу, общаюсь, я тогда общался сейчас еще больше со многими людьми, которые заготавливают сено прессами. Разными прессами. У меня есть знакомый блогер, друг, Баженит. Баженит, привет тебе, если будешь смотреть. Он мне тогда рассказал, Баженит Влад заготавливает сено классом. Класс 46-й. Он рассказал мне, как покупал бэушный пресс-класс. Вот, еще тогда, года три назад или два назад. Ну, не важно. Он покупал ему бэу из Европы. Есть фирмы-посредники, которые продают. Вот, ну, что сказать, я выслушал Баженита, примерил это все на себя. Там, вот, рассказывать все, как это было, это займет очень много времени. Вот, мне тот вариант не подходил, потому что там была очень дорогая доставка. И берешь кота в мешке любой пресс иномарочный, бэушный. Это кот в мешке, так же, как любая иномарка, которая пришла из Китая или откуда-то еще. Там, в целом, машина хорошая, продукт хороший, но все равно есть какой-то косяк. Поэтому я стал рассматривать именно отечественного производителя. Вот, кто-то даже мне, вот, в комментариях под предыдущими роликами написал, надо взять было Джон Дир, или там взять Бобруйский, или Беженский. Вот, 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 так вот. Я, ребята, вас, ваше мнение уважаю. И каждый живет по своим обстоятельствам. Мы все люди разные и принимаем разные решения. И несем ответственность за свои принятые решения. Итак, летом этого года уже я общался более, с более продвинутыми людьми, которые заготавливают сено. Еще раз возвращаюсь. Блогеры, которые пользуются данным прессом Унисибмаш, данной маркой, это Саша Онищенко. Саша, привет. Алексей Пузиков, колхоз с нуля. Привет. И ферма Сливочное Лето, Роман. Спросил я у ребят этих блогеров, я говорю, пресс ломается, какие есть болячки, какие что. Ну, в принципе, они говорят, нет, ну, есть там какие-то, может быть, мелкие недоработки. Может быть, надо проверить после завода там что-то еще. Вот, где-то, возможно, где-то не подтянули пружины, что-то, какие-то соединения. Ну, а так, в целом, машина хорошая, надежная и исправно работает, служит. Вот, это, во-первых. Во-вторых, у меня есть знакомый Вячеслав, который вот два года тоже эксплуатирует похожий пресс, только 145-й марки. В том году Вячеслав работал, подсоединял это все дело через электрику, штатную, штатную резетку, электропроводку, и все это исправно все работало. В этом году ему пришлось чуть-чуть раньше начать покос свой, потому что там к нему залезли, скосили, и сено у него подошло. И Вячеслав в этом году работал без электропроводки. То есть, здесь есть возможность запуска, вот, нитки, вот тут вот, дергаешь ее, тросик, и запускаешь. Также есть флажок, который регулирует, можно мониторить, когда рулон полный. Он говорит, ну, и я там отработал, накрутил несколько сот рулонов, и вполне себе довольный. Без электропроводки запускал, привязал веревочку, дергал, запускал обматывающий аппарат. Вот, все это работало без каких-либо... Привет. Вот так вот. То есть, очень надежные, хорошие машины. Почему не стал брать бэушный, никакой пресс там, ну, тот же ПР другого завода, на вторичном рынке есть бэушные пресса. Ребята, все они стоят очень-очень дорого. К примеру, цена где-то примерно начинается от 350 тысяч рублей. Можно найти чуть-чуть дешевле, но, опять же, в каком это все состоянии. Вот, к примеру, купил пресс, поехал прессовать, тем более я на них раньше никогда не работал, бах, там одно что-то полетело, другое. Надо сено метать, надо сено прессовать, надо сено работать, заготавливать, а я буду его ремонтировать, пока одно переберешь, потом что-то другое. Поэтому было принято решение купить именно новую продукцию, новый пресс, вот так вот, чтобы не мучиться, не мучить себя, не мучить семью. Все-таки, как говорится, два года гарантии, новый есть новый, при том, что при моих объемах сенок, при моих объемах скота, которые я держу, я планирую заготавливать примерно там 100, 150, 200 рулонов. Мне этого пресса вот так вот, там люди есть, матерые трактористы, матерые хозяйства, которые заготавливают сено по нескольку тысяч, и работает все нормально. Да, откуда ты знаешь, что они столько готовят, и у них это все не подводит? Ребят, мой друг Александр Онищенко, мне, общаюсь с блогерами, и вот Александр мне говорит. Я, знаешь, у нас есть социальная сеть в WhatsApp'е Новосибирска, в заводе «Унисибмаш», где пользователи продукта, вот это «Унисибмаш», там, жадкие, наклонные, что-то, что еще, грабли волковые, и эти, пресса. Они общаются, и завод создал специально такую группу, и он отслеживает, делает обратную связь. Вот, мне прям интересно стало, ребята, ну, неужто так бывает? Он, да, ну, короче, я нашел номер телефона админа группы, попросился в эту группу, меня приняли. Я говорю, ребята, я хочу купить пресс, еще это было летом, осенью, осенью сказать, я хочу купить пресс, пожалуйста, привейте меня в группу. И там, ребята, вот, владельцы прессов и другой техники, они делятся вот какими-то, что у кого сломалось, как это выходит из положения. И самое главное, ребята, завод, специалисты все это дело мониторят. И постоянно идет какое-то улучшение. Постоянно что-то улучшают, смотрят, как, ага, вот так надо, так, 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 вот. Большой пример, вот, пример, говорю, большой, вот этот плюс. То бывает, где-то что-то надо сделать, и не знаешь, откуда, как, что, кто бы тебе подсказал. И смотришь YouTube, и не находишь этого, или тот же интернет, и, может быть, где-то есть эта подсказка рядом, ну, когда это прошерстишь, а это задаешь, пишешь прямой вопрос, там, мужики, вот так и так, это сломалось, скажите, как, что делать. Тут же тебе, или спустя какое-то время, там, пишут ответ, вот так, 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 вот это так, 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 вот. Это большой, я считаю, большой плюс вот этого всего, обратная связь с заводом, обратная связь с производителем, и поддержка, поддержка, самое главное, что-то не пошло, где-то, возможно, я не дорегулировал, где-то пользователь там что-то не так сделал, надо на что обратить внимание, вот, пожалуйста. В этом году здесь появился обновленные фонари, фонари будут ставиться вот вертикально, то они обычно на моделях предыдущих лет ставились горизонтально, здесь они ставятся будут вертикально. Вот здесь вот получился небольшой косячок при трансплантировке, когда выгружали, немного помяли задний вот этот бортик. Ну, когда будет тепло, я его выпрямлю, сейчас неохота выпрямлять, потому что краска может отлететь, вот так вот. Вот, с этого года, с этого года модели 2020 года, здесь устанавливается новый валец на этот пресс-подборщик, валец снизу. И он позволяет работать с более мелкой фракцией, более будет плотно крутить, будет плотно, как это сказать, подбирать мелкую фракцию и солому. Вот так вот, это нововведение, вот такое вот. Да, вот интересные решения здесь вот присделали уже для места для фарков. То есть, есть отдельный там зип-ящик, я еще не раскрывал, здесь вот будет крепиться серьга установочная, за которой можно будет зацепить там, ну, какие-то вот эти, ну, те же грабли подтащить, ту же телегу подтащить вот в этом месте. Вот, да, кстати, тут говорил, тут надо подшипники, то есть, вот, ребят, смотрите, даже есть смазка. Ну, само собой, мы это все дело проверим потом, последствия. В таком состоянии, все новенькое, хорошенькое, блестящее. Да, один мой знакомый приобрел пресс, сделал заказ без щитков ограждения вот этих. Конечно же, это нарушение правил техники безопасности, нарушение, но он посчитал, что они ему не нужны, и заводчане для него сделали такое вот исключение. Сделали без щитков ограждения. Естественно, наверное, я думаю, будет это чуть-чуть подешевле. Вот готовый у нас очередной пресс-подборщик нашего постоянного покупателя Данченко Александра из Кемеровской области. Пресс-подборщик мы назвали экономный вариант. Здесь не установлены двери. Здесь убраны тяги и сам гидроцилиндр, который поднимает подбирающий механизм. Сделаны цепочки. Убраны все кронштейны для крепления дверей, щитков. Ну и, соответственно, уши для крепления фонарей для движения по дорогам общего пользования. Ну, а остальная вся часть осталась. То есть электрика проложена только на кнопку обматывающего аппарата. Ну, не обматывающего аппарата, а датчика. Далее видим с правой стороны убраны гидроцилиндр, соответственно, кронштейны. И сделана тоже цепочка. Ну, щитки, которые закрывают пресс-подборщик, также убраны. Ну, это полное несоблюдение техники безопасности во время работы, конечно. Ну, это пожелание Александра. Сзади щиток мы оставили, так как на нем светоотражающие катафоты, наше название. Ну, и наклейка, ограничивающая скорость. Фиксаторы на гидроцилиндры, соответственно, присутствуют. Ну, они обязательны, да? Ну, получился вот такой вот пресс-подборщик со снятыми всеми элементами, как говорят, голые, да? Ну, вот когда я делал заказ, позвонил, связался с заводчанами. Меня спросили, тебе делать щитки ограждения? Я говорю, да, мне нужен пресс стандартной комплектации. Как он идет? Вот здесь вот такая вот наклеечка только Деревня Окунева, Ютуб-канал. И самый, наверное, главный, немаловажный момент, то, что можно было приобрести технику в рассрочку. Я в социальной сети Одноклассники увидел, что появилась в ВКонтакте такой пост в группе Несебмаш. Ребята, вот кто желает приобрести пресс-подборщик, можно внести предоплату от 100 тысяч рублей у своего регионального дилера. И потом до начала сезона выплатить всю сумму там, вот, постепенно. Мы сразу, ну что, поехали, поехали, заключили договор, у своих региональных дилеров сделали предоплату, внесли деньги и все, стали ждать вот этого. Почему не у других каких-то производителей? Потому что все ясно, все понятно и информативно. Захотел, поехал, купил. Я связывался с другими представителями заводов там, которые были. У них, ребята, честно скажу, цены были повыше, чем у Несебмаша. А в наше время сейчас вот копейка-рубль бережет. Поэтому еще и немаловажный фактор, то, что очень бюджетная и доступная техника. Ладно, все, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Заходите в социальные сети, добавляйтесь в друзья. Ну и мне интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Ну и кому-то будет, возможно, полезна вот эта информация. Вот так вот. Все, пока, ребята, все, пока. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok